Девушки отдыхают Это йо-йо для детей до 10 лет и йо-йо для тех, кто старше В чем особенность йо-йо для детей? Эти йо-йо легко возвращаются в руку, если их бросить Легко дергаете, и оно возвращается в руку Поэтому с ними можно легко выучить основы игры, а также делать простые трюки в стиле лупинг В линейке Айра этих йо-йо два Это атом, который подойдет для изучения основ и игры в лупинг, как я уже сказал И йо-йо шурикен Оно имеет форму бабочки, поэтому с ним можно делать простые стринговые трюки При этом оно легко возвращается в руку Йо-йо более продвинутого уровня уже подходит для изучения сложных трюков С которыми можно в дальнейшем выступать на соревнованиях Они делятся на йо-йо для начинающих Средний уровень И спортивные металлические модели С которыми можно выступать на соревнованиях Йо-йо для начинающих сделаны из пластика Они имеют форму бабочки, поэтому их легко ловить на веревку Также во всех этих йо-йо установлен подшипник Благодаря которому йо-йо может долго крутиться на веревке В подшипнике также есть канавка, которая удерживает веревку все время посередине йо И за счет чего она дольше крутится Также в йо-йо есть тормоза, которые позволяют возвращать его обратно в руку Профессиональные йо-йо, в отличие от детских, не так-то просто вернуть в руку Если вы будете просто дергать за веревку То йо-йо не вернется Но при этом с ним можно делать много сложных трюков Которые нельзя сделать с йо-йо для начинающих Чтобы вернуть такое йо-йо в руку Нужно выучить первый профессиональный трюк, который называется бинт Для этого бросьте ее и закиньте его на веревку После этого зажмите большим пальцем петлю, а другой рукой потяните вверх Как видите, ее легко вернулось То же самое можно сделать при броске вбок Для этого с внутренней стороны закиньте ее на веревку Придержите петлю и потяните Для того, чтобы одеть веревку на палец Нужно сначала сделать затягивающуюся петлю Для этого через маленькую петельку нужно продеть остальную веревку Получив большую петлю, которая одевается на вторую фалангу среднего пальца В пластиковой линейке у нас есть 4 разных йо-йо Это Sky, Dragon, Katana и Striker Они отличаются ценой и весом Чем тяжелее йо-йо, тем дороже оно стоит Наилучшим йо-йо по соотношению цена-качество является Katana В ней хорошее распределение веса, она долго крутится И на нем можно выучить практически все современные трюки Следующая категория это композитные йо-йо Которые подходят в качестве продолжения обучения сложным трюкам Их особенностью является то, что у них пластиковый корпус и металлические обода Что улучшает распределение веса Они дольше крутятся и с ними легче учить сложные трюки В композитной линейке есть 3 йо-йо Самая базовая из них это Flyblade Оно стоит всего 1000 рублей И является основой в композитной линейке Дальше идут Eagle и Hill & River Они очень похожи между собой, отличаются формой Соответственно каждый может выбрать себе ту, которая ему больше нравится Самый широкий ассортимент в последней категории Спортивных металлических йо-йо Которые подходят для того, чтобы выступать на соревнованиях С каждым из этих йо-йо вы можете выучить фристайл И стать чемпионом своего города А может быть и чемпионом России Металлические йо-йо сделаны из алюминия Благодаря чему распределение веса в них самое лучшее Так как максимальный вес сосредоточен в ободах И йо-йо крутится дольше всего За счет этого можно выучить много сложных стрюков И даже показать трехминутный фристайл Также эти йо-йо очень прочные Их не страшно уронить, так как они не сломаются В некоторых йо-йо установлены специальные сайдспиннеры За которые можно браться во время игры И йо будет крутиться Металлические йо-йо отличаются друг от друга по весу В форме, гравировкам, расцветке Их существует огромное количество И каждый может выбрать ту, которая ему больше нравится Серьезной разницы между ними нет С каждым из них вы можете подготовить выступление И победить на соревнованиях Хотя металлические йо-йо долго крутятся И на них легко учить сложные трюки Мы не рекомендуем их для начинающих Так как в первое время Можно случайно ударить ее о пол при неосторожной игре И от этого на ее появляются царапины У металлических йо такие царапины достаточно заметны И их сложно убрать Мы рекомендуем вам Aero Tornado Оно стоит всего 2000 рублей Но при этом отлично крутится И прекрасно зарекомендовало себя на соревнованиях Помимо самого популярного стиля стринг Существует два других стиля игры Это фрихенд Когда йо-йо привязывается не к пальцу А к специальному противовесу Лучше всего для этого использовать резиновый шарик Он мягкий и не больно бьет по рукам При игре в стиле фрихенд Шарик можно перекидывать Из руки в руку Но при этом йо-йо может случайно улететь Поэтому мы рекомендуем использовать прочное пластиковое йо-йо Как например Aero Striker Который разрабатывался специально для игры в этом стиле Следующим стилем игры является офстринг Когда йо-йо не привязано к веревке Сейчас я покажу Для игры в этом стиле используется Йо-йо Superfly Оно имеет очень широкую форму бабочки И резиновые обода Которые помогают легко поймать ее на веревку И смягчают удар при падении Надеюсь этот небольшой обзор Поможет вам сделать правильный выбор При покупке своего йо-йо Конечно же стоит предостеречь Что все это относится к профессиональным йо-йо И ни в коей мере не имеет отношения К поделкам, которые можно купить В палатке Роспечати Или у бабушек в переходе Эти изделия сложно назвать йо-йо Так как они весят как целая гиря Не крутятся, вибрируют И могут сломаться при первом же броске Ну, в общем, вы сами видите Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова